Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я продолжаю освещать тот ужас и кошмар, который происходит в наших городах перед чемпионатом мира. Сегодня у меня в руках находится выдержка из газеты, которую я бы хотела взять за основу своих рассуждений и просто вам, ну, зачитать, рассказать со своими комментариями то, что происходит сейчас у нас. Это конкретно о моём городе, о городе Липецке, но примерно то же самое, я думаю, происходит и во всех других городах. Давайте уже начнём. Итак, 30 марта в областном центре у нас состоялось заседание круглого стола, в котором приняли участие кинологи, ветеринары, зоозащитники, представители администрации. Ну, в общем, собрали всех, кто может быть хоть как-то заинтересован в вопросах с боководства и вообще, кто может хоть какую-то дать объективную информацию по этому вопросу. Естественно, самый главный вопрос, который стоял на этом заседании, как бороться с бездомными животными. Здесь было очень много участников и борются, по мнению общественников, жестоко и примитивно. Отлавливают, уничтожают, лишь единицы стерилизуют и выпускают обратно в среду. Здесь приведены цифры, которые я себе также отметила. В 2016 году, таким образом, с улиц города убрали около 3000 собак и кошек, а в 2017 уже 5800. Озвучили также и другие цифры. За 6 месяцев 2017 года в Липецке утилизировали 3800 животных, и из этой цифры только 1800 были усыплены. Все остальные 2000 были просто забиты насмерть. Чтобы вы понимали. Также здесь вот прекрасный комментарий дается. Сгладить негативные впечатления от услышанного попыталась заместитель начальника отдела технодзора управления главного смотрителя города и ее фамилии. Я не буду сейчас переходить на персоналии, потому что понятно, что администрации на это наплевать. И администрации каждого города на это плевать, ребят. И кроме нас, кроме людей, которые, в принципе, ничего не могут сделать поодиночке, бороться с этим некому. И все, на что мы можем надеяться, это поднять общественный резонанс, который уже начали поднимать зоозащитники во всех городах. И подписывается огромное количество петиций. И, пожалуйста, распространите это видео, скажу прямо сейчас. И даже не обязательно распространять видео. Это будет, это выглядит как пиар какой-то. Нет, ребят, просто расскажите об этом своим знакомым, своим друзьям. Всем, кому вы можете донести эту информацию, постарайтесь ее донести. Итак, комментарии вот этой женщины, которая попыталась сгладить негативные впечатления. Как можно сгладить негативные впечатления от того, что 2000 животных забиваются насмерть просто? Итак, она отметила, что ловят, как правило, агрессивных и больных дворняк, представляющих угрозу для окружающих. Но кто это проверяет? Здесь стоит вопрос. Ребята, да пожалуйста, я верю, что они ловят агрессивных и животных, представляющих опасность. Пожалуйста, вы мне объясните, как вот эта вот женщина и люди, которых отлавливают, с виду могут определить, больная эта дворняга или нет. Агрессия, согласно, проявляется. Что вы называете больными? И вообще, ребята, о чем вы говорите? Да давайте отлавливать и уничтожать психически больных. Вы знаете, они тоже могут накинуться на окружающих в силу каких-то сдвигов своих психических. Давайте их тоже убирать. Зачем они нам нужны? Зачем они ходят? Зачем создаются эти лечебницы для них? Зачем? Когда можно просто их взять, посадить в какую-нибудь камеру и заживо спалить или что-нибудь еще сделать с ними ужасное. Да, фу, какие затраты, о чем вы говорите? Далее. Здесь даются комментарии нашего руководителя приюта, территории спасения, в который мы с вами поедем обязательно. И также здесь, кстати, есть комментарии ветврача Хатичкиного Романа Бирюкова. На самом деле отличный человек и профессионал большой своего дела. Ему огромное прям уважение. Так вот, что здесь говорится зоозащитниками? Очень интересная информация. Одна из женщин, которая присутствовала на этом заседании, отметила, что в природе существует такое понятие, как замещение. И после того, как вы убиваете одно животное, сучка, которая рожала 5 щенков, в следующем помете понесет уже 10-12 щенков. И, как правило, по исследованиям 2 трети это суки, которые также будут рожать щенков. Более того, здесь поднимается еще один очень важный момент, в котором говорится, что если на улицах не станет кошек и собак, то мы столкнемся с еще большей проблемой. К нам могут вернуться мыши и крысы. И это очень важно, потому что столько, сколько живет в наших подвалах кошек сейчас, никто не знает, потому что большинство из них просто не выходит на улицу, так как они там прекрасно питаются. Если их не будет, то действительно придет огромная проблема, и это будет гораздо опаснее намного, потому что получить какую-то заразу или другие какие-то неприятности от мышей и крыс гораздо вероятность больше, чем от кошки или собаки. Здесь есть комментарий начальника областной станции по борьбе с болезнями животных. И вот он говорит действительно здравые вещи, я хочу, чтобы вы их тоже услышали. Он говорит, что только массовым отловом и уничтожением проблему не решить. Нужно, во-первых, ужесточать ответственность для тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу. Это то, с чего нужно начать. Я считаю, вот прям подписываясь под каждым его словом, это реально здравая мысль, потому что это может дать хороший старт для того, чтобы начать бороться с бездомными животными. Ни одно животное, я это уже говорила, говорила, когда я была у мэра, ни одно животное не оказывается на улице по своей вине. За каждой собакой, которая сейчас на улице, стоит хозяин, который когда-то ее прапрапрапрабабушку выкинул на улицу. Никто не оказывается без вины человека на улице. Во-вторых, необходимо вводить обязательную идентификацию животных путем чипирования или беркования. Это сделать очень сложно, но это также правильно. Я снимала кусочек видео, возможно, если я его не удалила, я вам даже вставлю. Два дня назад у нас повесили объявление, что найдены два котенка. Они в нашем подъезде, их кто-то просто принес. И явно, что их кто-то выкинул из квартиры нашего подъезда, потому что у нас висит камера, и смотрели, никто не вносил их сюда. И котята, видно, что домашние, очень красивые, такие серенькие, с синими глазками. Однозначно их выкинули. Если бы они были чипированы, можно было бы запросто определить, кто их хозяин. Но это очень дорого. Чипировать собаку сейчас в ветеринарных клиниках стоит баснословных денег. И я, например, тоже собиралась чипировать хатечку, но пока не стала, потому что на самолете мы никуда не летим. А для провозки в поездах теперь это не нужно. Но если эта услуга станет дешевле, то, в принципе, я думаю, что люди пойдут на это. А если не пойдут, надо заставлять, надо принуждать. И в-третьих, создавать приюты, где на пожертвования граждан будут содержаться отловленные кошки и собаки. Вот с этим пунктом я категорически не согласна. Заседание круглого стола. Слушайте, я на нем была. Мэр четко дал понять, что этого не будет сейчас, если кто-то из общественников просто не возьмется за это дело и не пойдет трубить во все колокола. Поэтому эта идея совершенно глупая, тем более путем пожертвования граждан. Но многие ли граждане пожертвуют? Ну честно, ребят. Пожертвования ведь нужны будут не только кормовые, а в первую очередь материальные, потому что этих животных нужно лечить. Их нужно выхаживать. Я смотрела фотографии из этого приюта. Туда привозят животных в ужасном состоянии. У кого-то нету лап, у кого-то просто оголенные кости, кто-то перебит, кто-то инвалид. У кого-то там оторвано ухо. Это требует дорогостоящего лечения, операций и условий для проведения этой операции, самое главное. Поэтому с этим пунктом я не согласна. Далее. Что еще я хотела сказать. Зоозащитники наши говорят, что лучший вариант это стерилизовать, вакцинировать, чипировать и отпускать. В принципе, я хочу сказать, что если их стерилизуют и вакцинируют, то чипировать будет даже не обязательно, потому что угроза и так снизится. Но здесь еще один интересный факт в этой статье есть, который вот тут написано. Слушайте. Однако заинтересованы ли в таком способе решения проблемы те, кто выигрывают тендеры на отлов четвероногих? Вы знаете, что огромные деньги выделяются на то, чтобы люди шли на уничтожение бездомных животных. Огромные деньги. Далее. Здесь была еще одна шокирующая цифра. Сейчас я не могу найти. Вот. В 2016 году было потрачено 4 миллиона 800 тысяч рублей и в 2017 6 миллионов рублей на отлов и утилизацию бродячих собак. И несмотря на это, их количество существенно не изменилось. Это как раз таки говорит и подтверждает ту информацию, которую я говорила ранее, по поводу того, что в природе существует замещение. Щенки рождаются в еще большем количестве. Бороться здесь также написано, что нужно с городскими свалками, которые являются причиной появления бродячих животных. Но это неправда. Причиной появления животных является в первую очередь безответственность граждан, которые их выкидывают. Сколько бы мы не боролись с животными на улице до тех пор, пока не будет четко прописано в законодательстве, огромный штраф. Или, я не знаю, я бы лишала свободы, честно говоря, за выбрасывание животных, потому что выбросить животное на улицу – это равносильно тому, что выкинуть на улицу ребенка. Или, я не знаю, просто обречь его на смерть. То есть это, в принципе, убийство. Когда вы выкидываете двухмесячного котенка, как вот были у нас в подъезде, благо их кто-то подобрал. То есть их нету сейчас, и все их вещи забрали, то есть их кто-то забрал в семью. Понимаете, выбросить двухмесячного котенка или щенка – это все равно, что обречь его на смерть, особенно если сделать это под зиму. Поэтому я бы, например, не ограничилась, честно говоря, штрафом. Так вот, пока в законодательстве не будет четко прописано жесточайшее наказание за такое поведение граждан, говорить о решении этой проблемы совершенно бесполезно, я считаю. И, в принципе, вот все эти зоозащитники, они подтверждают мои доводы. Что еще я вам хочу сказать. Все решили, что проблему можно решать гуманным путем, однако для этого нужно желание не только общественников, но и власти. Прекрасное завершение статьи Снежаны Вишневской, которая написала ее и так художественно решила закончить огромную проблему, которая стоит сейчас во всей стране. Ребята, я еще раз призываю вас, пожалуйста, подумайте над тем, что делаете вы и что делают окружающие вас люди. И прежде чем завести собачку или котенка, подумайте, сможете ли вы ее содержать, будут ли заниматься вашим щенком родители, когда вы уедете учиться в другой город, кто будет с ним гулять и кто будет его лечить, платить огромные деньги за его лечение, если он заболеет, подцепит какую-то там, не знаю, инфекцию на улице. Подумайте прежде всего об этом, а не о том, как вы будете там ходить по магазинчикам, ласкать его и так далее. Подумайте об ответственности. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно делитесь информацией. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok